27 августа в зале администрации района состоялось августовское совещание педагогических работников «Трансформация системы воспитания в вызовы, возможности и ответственности». В работе конференции принимали участие глава администрации Заурха Мирзов, главы сельских поселений в режиме ВКС, руководители образовательных организаций, педагоги. Традиционно на августовском педагогическом совещании были подведены итоги прошедшего учебного года, определены приоритетные направления деятельности и задачи на перспективу. Обращаясь к педагогическому сообществу, глава муниципалитета поблагодарил всех педагогов района за их плодотворную работу. Хотел бы сразу поздравить с начала нового учебного года. Последние полтора года нашей с вами жизни тесно связаны с ковидной ситуацией, которая внесла существенные коррективы вообще в жизнь всех людей на этой земле, особенно педагогических работников. Непривычная дистанционная работа. И я всем желаю, чтобы эти события побыстрее завершились. Хотел бы сказать несколько слов о развитии общеобразовательных организаций. В последние два года появилось несколько очень серьезных программ именно по обеспечению материально-технической базы образовательных учреждений. Это ДОУ и СОЖ. Прежде всего, это программа, так называемая программа КРСТ, Комплексное развитие сельских территорий. Сейчас, вы знаете, мы активно участвуем в точке роста. В прошлом году это майская и гурыхайская школа. Очень красиво, очень хорошо получилось. В этом году четыре школы на стадии завершения. Я думаю, что осядками на следующем году нам надо продолжить и вообще завершить, чтобы во всех школах были кабинеты по точке роста. И серьезная, главная боль, которую невозможно решить без участия и управления образованием, и особенно директоров школы, это, естественно, кадровая проблема. Нужно убеждать наших выпускников, их родителей, чтобы они шли педагогически, вузы на педагогические специальности. Поэтому я вас еще раз призываю, без вашей помощи ничего не получится. А в работе я всем вам желаю еще раз успехов, удачи, ну и самое главное еще раз здоровья. Начальник управления образования Асиат Берзегова подвела итоги прошедшего года, назвала значимые результаты, обозначила проблемы и пути их решения. Прошедшие два учебных года стали непростыми для каждого из нас. Начало пандемии, трудности, связанные с переходом на дистанционное образование, сподвигли нас нестандартно мыслить, действовать и развиваться дальше в непростых для системы образования условиях. Это потребовало переосмысления подходов в работе, поисков новых решений, формы и методов достижения поставленных целей и задач. И как результат в 2020-2021 учебном году нам удалось избежать массового перехода образовательных организаций на дистанционное обучение. Министр просвещения Сергей Кравцов обозначил приоритетные направления работы в сфере образования всей страны. В текущем году особое внимание будет уделено повышению образовательных результатов, созданию современной образовательной следы и условий обучения для учащихся и педагогов, развитию системы воспитания и образовательной инфраструктуры в целом. Наша совместная задача состоит в достижении показателей в части повышения качества образования, формировании эффективной системы выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей, создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. С 1 сентября 2021 года завершается переход на обучение по федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования. И все дети с 1 по 11 класс будут осваивать образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. Одной из актуальных задач остается обеспечение прав граждан на свободный выбор изучения родных языков из числа языков народа в Российской Федерации, в том числе русского как родного, и государственных языков республик. Это значит, что все руководители образовательных организаций должны взять под личный контроль соблюдение обязательных требований законодательства при реализации данного вопроса и права детей. С 1 сентября 2020 года в соответствии с федеральным законом о бесплатном питании для школьников 1515 обучающихся первых-четвертых классов школ района были охвачены горячим бесплатным питанием. На эти цели из федерального бюджета было выделено за 2020-2021 учебный год 12 млн 942 400 млн 942 400 млн. На организацию питания всей годной категории обучающихся с 1 по 11 класс было выделено из регионального бюджета 2 млн 18 тысячи, из муниципального бюджета 3 млн 637 700 рублей. 565 обучающихся пятых-одиннадцатых классов пользовались одноразовым бесплатным горячим питанием, завтраками за счет средств районного бюджета. Из них 32 ребенка с ограниченными возможностями здоровья пользовались двукратным питанием. 917 обучающихся основного общего среднего общего образования питались за счет родительских средств. 19 детей с ОВЗ первых 11 классов обучались в 2020-2021 учебном году на дому. По заявлению родителей, данная категория людей получала продуктовый набор «Сухой паек» в соответствии с действующим меню один раз в месяц. Охват обучающихся горячим питанием в муниципальном образовании Кашхаровский район в отчетный период составил 88%. В районе создаются поступательно нарастающими темпами комфортные условия для нашей с вами работы. Это обновление материально-технической базы школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. Отдельным вопросом стоит улучшение инфраструктуры объектов образования. Для нас очень важно обеспечить возможность получения качественного общего образования каждому ребенку, независимо от места проживания, тем самым стереть грани между школами, расположенными в городской и сельской местности. В связи с этим ряд мероприятий был направлен на ремонт спортивных залов. В районе осуществлен капитальный ремонт всех 11 спортзалов, а до конца 2023 года запланировано строительство одного спортзала для основной общеобразовательной школы номер 12, где уже готова проектно-сметная документация. Также во всех образовательных учреждениях имеются уличные спортивно-плоскостные площадки, где проходят занятия физкультурой и спортом. На создании центров «Точка роста» в каждой школе в муниципальном образовании Кашхатский район до конца 2024 года во всех 13 школах должны появиться такие центры. Точки роста на сегодняшний день созданы в шести образовательных учреждениях. В рамках внедрения цифровой образовательной среды семь оставшихся образовательных учреждений района к 1 сентября будут оснащены новыми компьютерными классами и к концу 2021 года будут подключены к высокоскоростному интернету пять образовательных учреждений, что будет способствовать не только достижению новых результатов, но и расширить возможности обучающихся при освоении образовательных программ. В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в целях повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, родителям, законным представителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в своей семье детей оставшихся без попечения родителей, предоставляется психолого-федератическая и методическая консультационная помощь. В 2020-2021 учебном году оказано 913 таких услуг. Особое внимание правительство уделяет детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам. К сожалению, число таких детей увеличивается в последние годы. В работе с такими детьми необходим особо образовательный подход. В рамках регионального проекта «Современная школа» реализуются мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. С 2019 года дети с ограниченными возможностями здоровья получили возможность наравне и вместе с другими детьми обучаться. Еще одна категория детей, которым необходима особая забота государства – это дети-сироты. На региональном уровне последовательно реализуются меры, направленные на поддержку Института семьи, уменьшение числа родителей, которые пренебрегают своими обязанностями, совершенствование системы работы в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан. В настоящее время на территории Кашкарского района на воспитании в семьях находятся 75 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них в 20 приемных семьях 37 детей, в 29 опекаемых семьях 38. В отношении 69 детей оказываются ежемесячные выплаты денежных средств на содержание детей, переданных под опеку. Одним из важнейших направлений деятельности органов опеки является работа по возврату детей в кровные семьи. В 2021 году родителям был возвращен один ребенок, снят с учета один родитель и один ребенок усыновлен. Уважаемые коллеги, подводя итоги, хотела бы выразить надежду, что наша сегодняшняя встреча даст деловой настрой для выстраивания перспектив развития отрасли и плодотворной деятельности в предстоящем учебном году. Мы продолжим работу по выполнению задач, поставленных президентом Российской Федерации. Это прежде всего реализация указа президента Российской Федерации достижения стратегических целей и задач национального проекта образования, направленных на обновление содержания и повышение качества образования. Перед нами стоят сложные задачи, но все они осуществимы при условии инструктивного диалога и тесного взаимодействия всех нас, от кого зависит дальнейшее развитие системы образования района. Для этого у нас есть все – профессионализм, инициатива, любовь к выбранной профессии, талант, мастерство, чтобы достигнуть успехов. С наступающим вас всех новым учебным годом! Желаю творческих успехов, здоровья вам, детям, воспитанникам, вашим семьям. Завершили конференцию церемонии награждения отличившихся работников образовательных учреждений района. Учителя, воспитатели и работники управления образования получили из рук головы района почетные грамоты и благодарственные письма Министерства просвещения Республики Адыгея. После участники конференции продолжили работу в тематических секциях, посвященных вопросам развития образования.